Добрый день, меня зовут Олег, я представляю компанию ЮГИРС. Сегодня с вами мы будем собирать модель башня-мельница. В данном конструкторе впервые внедрён червячный механизм. Викторианский скелетон стил придаст модели романтизма и даст возможность наблюдать работу механизма изнутри. Итак, приступим к сборке. В наборе мы имеем досточки. Резинки, набор резинок, парафин, бечёвка, нитка, материал для мешочков и наждачная бумага. Сам набор у нас состоит из 9 досток. И инструкция. В инструкции есть листовка вкладыш с напутственными словами разработчика. Кому интересно, можете ознакомиться с более подробной информацией о модели. Также в инструкции есть условные обозначения, которые обозначают первое условное обозначение это смазать парафином, второе, обратить внимание, третье, туго прижать, четвертое, вращение, детали должны вращаться свободно, вращение также деталей, зачистить наждачную бумагу и обрезать зубочистки. И также на доске номер 9 у нас имеется хелпер, который нам будет нужен при сборке как помощник. И приступаем непосредственно к сборке. Для этого нам нужно 4 детали на первой доске. Детали под номерами 1, 2, 3, 4. Вот так, выдавим детали. В процессе сборки я буду использовать нож, кусачки и плоскогубцы, если понадобится. Собираем все эти детали между собой. так, это мы собрали площадочку. стойки для нашей мельницы. Теперь берем резинку, поворачиваем ее вдвое и надеваем на наши ножки. и теперь эту резинку, которую мы надели, зафиксируем по углам наших ножек. сделали петельку и затянули. Лишнее обрезали. со второй стороны точно так же. делали петлю и в уголке ее затянули. вот у нас получилось закрепленные между собой ножки. Дальше нам понадобятся детали под номером 5, детали под номером 6. вверху первой доски. при установке деталей обращаем внимание на метку детали номер 5 и на установку шипов. шипы смажем фарафином и установим деталь номер 5. дальше берем деталь номер 7. также обращаем внимание на установку. и торец детали зачистим наждачной бумагой, закругленный торец. так устанавливаем ручку. обращаем внимание на совпадение меток. следующее устанавливаем деталь номер 8. она находится на второй доске. деталь номер 8 также устанавливаем и смотрим на совпадение меток на ручке нашей мельницы и на детали. шипы предварительно смазать нужно. установили и теперь наш ручку устанавливаем на ножку. также обращаем внимание чтобы шипы совпадали с отверстием и установили и проверим теперь разработаем нашу ручку. все работает. дальше устанавливаем деталь номер 9. она также находится на второй доске. здесь внутри девятой детали есть шайбочки, которые нам пригодятся в последующей сборке. деталь номер 9. устанавливаем нижнюю часть. смазываем воском. аккуратно по кругу постепенно легонько устанавливаем. так здесь установили переходим к следующему этапу. нам нужна тут резинка толщиной 1,5 см. делим ее пополам. и теперь оставшиеся половинки еще пополам. на 4 части делим нашу резинку. и на первой доске нам нужно деталь номер 10. 8 штук. теперь в разрез детали номер 10 вставляем сначала одну деталь. одна у нас лопнула деталь. но на доске номер 8 есть запасные детали. если у кого-то что-то лопнуло, можете обратить внимание и воспользоваться запасной деталью. берем сначала одну деталь под номером 10. вставляем резиночку, которая согнута вдвое. немножко нажимаем на края детали и вставляем резинку. так вставили сначала одну, затем вторую. также кара немножко прижимаем. также кара немножко прижимаем и вставляем. таких нам нужно 4 ножки. так еще одна сломалась. сейчас запасную возьму. да, если у вас сломалась деталь и ее нет в запасных, то вы нам можете написать на фейсбуке с описанием деталей или фото деталей. и мы вам обязательно вышлем запасную деталь. так и четвертая ножка у нас собрана. мы теперь установим нашу ножку этой ножки для более устойчивости, для лучшей устойчивости модели установим ее на нашу площадочку. установили и завернули резинку. вывернули. наизнанку вроде мы. и так все 4 ножки устанавливаем. установили. установили. наизнанку вывернули. готово. надежу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, следующий этап нам нужно две детали на доске 6, которые расположены под номером 25. Две детали на седьмой доске под номером 28. Также на пятой доске детали под номером 17. Пятая доска нам нужна... Все детали, которые нам нужны, на инструкции выделены темным цветом. И мы их выдавливаем. И теперь на доске номер 8. Детали номер 26. Выдавливаем. И детали под номером 27. Их лучше вырезать. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, раз, два, шесть деталей под номером 26 и шесть деталей под номером 27. Шесть деталей на одну шестереночку и шесть на вторую двадцать седьмой деталей. Теперь устанавливаем, как показано в инструкции, двадцать шестую деталь. Обращаем внимание, что двадцать шестые детали должны быть на расстоянии 120 градусов друг от друга. Это пропускаем два зуба и возле третьего устанавливаем деталь. Опять пропускаем два свободных зуба, возле третьего устанавливаем деталь. И устанавливаем теперь, после установки двадцать шестых устанавливаем двадцать седьмые детали. Через одно отверстие установили и немножко подали вперед. Так, все шесть штук двадцать седьмых деталей. Так, установили. И теперь на длинную часть нашей шестереночки устанавливаем семнадцатые детали, четыре штуки. И предварительно их сейчас зачистим с наждачной бумагой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смажем теперь. Смажем парафином и смажем шипы всех деталей и аккуратно надеваем 17 детали. Отдели 17 и надеваем деталь номер 28. Также плотно на шипы надеваем со всех сторон, аккуратно, потихоньку. Прижали, чтобы плотно надеть. И таких нам нужно две шестереночки. Снова устанавливаем 26 деталь. Раз, два пропустились, третий. Установили, подали немножко вперед. И дальше устанавливаем 27. Смажем парафином. Шипы и центр. Зачистим наши шайбочки. Зачистим наши шайбочки. Зачистим наши шайбочки. И установим. Зачистим наши шайбочки. Зачистим наши шайбочки. Зачистим наши шайбочки. Зачистим наши шайбочки. Также по кругу аккуратно все плотно установили. Все. И этот узел у нас готов. Следующий шаг установка детали номер 29. 29 детали. Находится на 8 доске. Шайбочки. Вот они, три штучки. Переворачиваем наш узел. Шестеренок. И с обратной стороны устанавливаем 29 деталь. Точно так же с расстоянием 120 градусов. Вперед подали все плотно. И теперь нужно установить деталь номер 30. Их шесть штук. Они также находятся на 8 доске. Вот три штук. И теперь здесь, где нужно planning В свободные отверстия устанавливаем все шесть деталей номер 30. Так, теперь смажем наши шипы. С пятой доски выдавим еще шайбы, например, 17, 4 штуки. С пятой доски выдавим еще шайбы. Так, все наши шайбочки смажем. И завершающий момент нашей операции установка шестереночки под номером 31. Она находится на четвертой доске. На четвертой доске внизу доски. Вот 31 деталь. Такая с цветочком шестереночка. Устанавливаем ее в наши шипы. И по кругу также аккуратно прижимаем, чтобы она села на свое посадочное место. Так, установили. Теперь весь наш механизм собранный промажем хорошо парафином. И также лопастя нашего шестереночки, механизма. Все, этот узел у нас готов. Приступаем к следующей этапу. Дальше мы берем вторую нашу шестереночку. И устанавливаем детали под номером 33, которая находится на восьмой доске. Дальше мы берем вторую шестереночку. Так, 33 детали у нас тоже должно быть шесть штук. Шесть штук. Устанавливаем их, обращая внимание, как показано на схеме. Две рядом. Установили. Дальше пропускаем одно отверстие. Устанавливаем опять две рядом. 33 детали. Пропускаем отверстие и устанавливаем снова две рядом 33 детали. Следующий этап установка детали номер 32. Они также находятся. Три штучки, эти детали, на восьмой доске. И в свободное отверстие установим три детали под номером 32. Установили. Смажем наши шипы деталей. И центральный тоже шип для шайб. И теперь опять возьмем четыре шайбы под номером 17. И на пятой доске. Установили. 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 Установили дня. Установили. Установили. Установили диаграм Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... все плотно установили промажем зубья нашей шестереночки парафином все это шестеренка тоже у нас готов отложим ее сторону и приступаем к сборке цепи так называемой для этого нам нужно детали под номером 24 и 23 они находятся на 4 5 досках так на 5 вот по углам 24 детали теперь на 4 доске также по углам 24 детали и в центре вот у нас блок деталями номер 23 выдавливаем 23 детали и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь округленную часть зачищаем парафином с обеих сторон и вставляем в деталь номер 24. С одной стороны и со второй стороны. И фиксируем фиксатором. Смотрим, чтобы все было в одной плоскости. Вот наш один элемент готов. Проверяем, чтобы хорошо работали, двигались. Деталь номер 23. Я думаю, если есть какой-то скрип или еще что-то лучше, взять и зачистить еще детали. Под номером 23. Деталь номер 23. Деталь номер 23. Хорошенько ее смазать. Это будет у нас цепь. И это будет основной привод и он должен работать безупречно. Так, вот сложили один элемент. Таких элементов нам нужно 8 штук. Сейчас мы зачистим все детали под номером 23, чтобы было быстрее сборка происходила. Деталь номер 24. Продолжение следует... 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 Смазываем хорошо наши детали. Треснула опять деталь, отложена в сторону и на восьмой доске посмотрим запасную. Вот она, двадцать четвертая деталь. Продолжение следует... 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 так установили смажем наши шайбочки и теперь на эти шайбочки на двадцатые оденем шайбочки номером 21 здесь показано что их тоже нужно зачистить но это мы сейчас зачистим более простым способом установили и зафиксировали деталью 22 внимание обращаем на метки метки должны совпадать метка есть на 19 и на 22 детали зафиксировали так зафиксировали также подшипничек и теперь можно взять так проще будет и круговыми движениями зачистить наш подшипник вот получается две стороны зачищены все шайбочки нашу теперь смажем их и установим оденем 18 деталь также смотрим длинные пазы должны быть более длинные вставляем в них наш деталь и одеваем подшипник одна деталь кто в один подшипник теперь второму одели площадочку все готово отложим в сторону и приступаем к следующие элементы так нам нужно деталь под номером 14 она находится на третьей доске вот она на второй доске детали шестереночки нам нужны которые верхних углах находятся шестереночки две штучки под номером 13 две шайбы под номером 11 и т-образная деталь под номером 12 это две штуки тоже есть зачистим шайбы также как мы зачищали 1 2 проверим может где-то заусенцы есть на шестеренках лишнее срежем установим шестереночки на деталь номер 14 так площадочку деталей номер 14 мы зашлифуем наждачной помогой установили здесь установили шестеренки вращается наша деталь кто эта деталь под номером а 7 положение в сторону и следующий нам нужно деталь 41 она находится на первой доске это две детали под номером 41 также на второй доске две детали под номером 42 1 2 и 4 детали номером 38 установили так 38 детали устанавливаем как показано в инструкции продели немножко подали вперед развернули на 180 градусов и дальше в паз до конца отделе продели паз вперед подали немножко развернули на сто восемь градусов и продели в паз также вторую проделывал arkadaşlar о все установили наши 38 и теперь устанавливаем 42 детали обращаем внимание 42 уз зауженный такой край должен быть один с левой стороны эта деталь под номером а 8 и теперь в зеркальном отображении собираем вторую деталь вот у нас две детальки в зеркальном отображении а 8 а 9 также сложим их в сторонку не будем собирать дальше две детали это нужно нам две детали под номером 38 которые находятся также на второй доске 2 1 2 а еще 2 1 2 есть и так же выдавим детали на второй доске под номером 39 и 40 есть 38 детали точно также вставляем 40 деталь и сюда же в 40 деталь устанавливаем деталь под номером 43 на 43 также обращаем внимание на установку детали так готова это деталь b1 и вторая b2 деталь собираем также устанавливаем который будет который будет установили и 43 деталь Также обращаем на установку 43-й детали. Установили 43-ю. У нас готовы две детали, B1 и B2. Также отложим их в сторону. И теперь приходим в следующий этап. Нам нужно также собрать еще подшипники. Качение их 7 штук. Это на шестой доске у нас. Вот идут шайбочки под номером 36. Их здесь 21 штука. И выдавливаем все. И все. И так далее. И вот здесь. шайбочки выдавили теперь нам нужны нужный корпус подшипника это номер 35 деталь под номером 35 их 7 штук они находятся 6 находится на доске номер 6 и одна деталь находится на доске под номером 5 так под номером 5 вот она в центре корпус также подшипника и теперь 6 штук фиксаторов подшипник они находятся на доске номер 6 1 два три четыре пять шесть и семь седьмой все семь фиксаторов есть собираем наши подшипники предварительно смажем посадочные места для шар для шайб парафином одеваем наши шайбы и фиксируем также на фиксаторе на внутреннем есть метка и на корпусе детали номер 35 также есть метка так всем штук нам нужно всем подшипников фиксаторе на месте 4 собрали. 5 собрали. И последний. И теперь зачистим наши подшипники. Так вот, круговыми движениями. Так вот, круговыми движениями. Так, все готовы наши подшипники. И следующий этап. Нам нужна деталь под номером 44, которая находится на второй доске. Вот она, крайняя 44 деталь. И наш блок под номером А7, с цифрой А7. Вот он. И вставляем теперь 44 деталь. Вставляем в паз блока нашего А7. Дальше берем деталь под номером 45, которая также на второй доске. И наденем ее на 44 деталь. Установили в паз 44 деталь, детали 45. И устанавливаем наш блок деталей А6. Установили. И теперь 45 деталь опускаем вниз по корпусу 44. Она должна зайти в паз. Вот паз 44 детали. Опустили. И туго насадили. Вот. Все. Установили. Дальше. Дальше устанавливаем B1. Это вот у нас B1. Спас деталей также 44. И A8. Вот так же обращаем внимание на паз. Детали также 44. Установили. И теперь с обратной стороны устанавливаем деталь под номером 46. Она находится на второй доске. Вот 46 деталь. Также здесь что вы видите. такой же F1. И так же, если я попал в паз. Вот. Паз. Возьмем. И так же. Возьмем. 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 Это так же. Возьмем. Ак doisьмем. Возьмем. Возьмем. Эк. Уважим. установили и теперь здесь в пазы вставляем наши детали и все туго насаживаем на свои посадочные места насадили и здесь внизу также в нижней части чтобы смотрим попали шип и паз попали и защелкиваем так эта часть она готова и теперь будем устанавливать устанавливать наш механизм шестеренок берем деталь а4 одеваем нашу цепь на а4 металль дальше одеваем деталь а3 на цепь так устанавливаем наши подшипники b3 2 штучки и весь этот механизм устанавливаем на корпус установили и теперь устанавливаем деталь 44 которая находится также на второй доске устанавливаем внизу попадаем также шип в паз попали нижней части и устанавливаем готова наш узел и установлен теперь деталь под номером 45 также паз оденем на деталь 44 верхней части установим наш подшипник а6 и опустим деталь 45 установим садочное место и а так плотно все плотно отделе вот наш механизм почти собран и теперь устанавливаем снова наших два подшипничка b3 следующий этап b2 деталь устанавливаем по свою нижнюю часть и чтобы попала нижнюю шестеренку зафиксировала установили и деталь а9 верхнюю часть механизма также чтобы сначала оденем на шестеренку на верхнюю звездочку и также плотно паз-в-паз оденем отделе и устанавливаем деталь под номером 46 она находится также на второй доске здесь смотрим чтобы нижней части попал шип в паз зафиксировали дальше одеваем здесь тоже шип паз плотно отделе зафиксировали и попадаем теперь здесь паз-в-паз паз паз и все это плотно фиксируем зафиксировали и зафиксировали всего наш механизм собран отложим ее сторону и переходим к следующему этапу следующий этап берем деталь 47 находится на первой доске и детали 50 51 и деталь 49 выдавливаем деталь под номером 50 и здесь 5 штук есть деталь под номером 51 три штуки 1 деталь под номером 49 так теперь устанавливаем деталь под номером 50 смотрим внимание внимательно также на схему здесь обратите внимание 50 деталь устанавливается она с толстым шипом и устанавливается там где на 47 детали две метки идут две метки сюда устанавливается деталь под номером 51 установили немножко подали вперед не до конца так устанавливаем все пять штук так теперь устанавливаем деталь под номером 51 у нее тонкий шип и она устанавливается на 47 деталь и метка палочка одна единица можно сказать их три устанавливаем по метке следующий устанавливаем деталь под номером 49 здесь толстый шип но он короткий метки вообще нету и устанавливаем 49 деталь дальше берем деталь 48 она находится на первой доске зачистим торец торец смажем и установим ее в центр детали 47 и теперь немного надавливая нашей детали 49 по 51 фиксируем деталь 48 аккуратно таких подаем вперед очень красиво нет если если двигатель сообщили что здесь ativ вот Все, теперь наша деталь под номером 48, шайбочка, зафиксирована в центре. И теперь устанавливаем деталь под номером 52. Она находится на четвертой доске. Вот она, деталь под номером 52. Также обращаем внимание на установку. Вот здесь вот есть метка, закругленная немножко метка. И она устанавливается, эта метка, на деталь, шип детали под номером 49. Это у нас короткий шип. Сюда устанавливается. Предварительно смажем шипы. Сейчас. Теперь на этот шип устанавливаем 52 деталь. Чтобы короткий шип был на метке. И аккуратно все, лишнюю часть, которая не нужна, передавилась. И теперь по кругу также аккуратно все плотно одеваем. Так и есть. Теперь смажем зубья. Все, этот блок у нас готов. И теперь в этот блок установим наш механизм. Берем механизм и аккуратно устанавливаем. Сейчас вот этот центральный, центральную часть механизма смажем парафином. Так, и теперь устанавливаем наш механизм. Установили и так легонько его плотно насадим. Внимательно смотрим, чтобы... Так. Так. Продолжение следует... Установили наш механизм и зафиксируем шайбой номер 53. А также на первой доске у нас 53. И теперь весь этот наш механизм устанавливаем на наши ножки. Также обращаем внимание на установку рычагом включения-выключения к себе и звездочкой, чтобы лепестки были с левой стороны. Устанавливаем наш механизм на ножку. Так, плотно установили. Вот здесь вот резинку по краям раздвинули и установили плотно. Продолжение следует... И дальше фиксируем наш механизм в нижней части. Фиксируем деталью номер 54, которая находится на первой доске. Устанавливаем деталь также смотрим, чтобы совпадали здесь отверстия. Вот, одели нашу деталь. И теперь все это нужно расклинить детали номер... Клином 55, он находится у нас на доске номер 8. Доска номер 8. Вот такой блок у нас с клинью. Вырежем один... И ставим... Хилпером надавим. Все, готово. Так, следующий этап у нас установка боковых деталей. Это детали номером 56. Они находятся на четвертой и пятой досках. Вот 56, деталь одна. 56-я, вторая. Это на пятой доске. И на четвертой доске. 56-я деталь одна. 56-я, вторая. Здесь с одной стороны идет шип потолще, со второй уже. Тот, что уже шип, идет вниз потолще вверх. 57-я, вторая. Critical다�ейминунун menstruắng. Все плотно насадили и с другой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Установили. Все, механизм наш собран. Теперь переходим к сборке наружной части корпуса. Для этого нам нужно на второй доске... Так, здесь у нас ничего нет, все мы выбрасываем. И на второй доске детали под номером 60 и две детали под номером 61. На третьей доске нам нужны детали под номером 62, 63, 64. Это вроде бы как стоевые корпуса будут. И на пятой доске... Вот деталь 58. Вот она. И на шестой доске... Две детали нужны. Две детали. Нужны 57. И деталь 59. Так, 59. Отлаживаем пока в сторонку. Выдавим внутреннюю часть с деталями. И 58. 57. Теперь соединяем с помощью 60 и 61 деталей. Соединяем 57 и 58 детали. Также обращаем внимание на направление. Установили плотно 60 деталь. И теперь устанавливаем со внутренней стороны. 61. Установили. Теперь соединяем между собой также деталь 57. Установили. 45. И 59. Так. Установили. Нужно двигаться 52. Встречать Так же плотно. И теперь будем устанавливать наши стоевые. Вот стоевая, здесь внизу есть цифра номер 1. И ее устанавливаем в самую нижнюю часть. Есть. Дальше идем. Второй шип во вторую часть стоевой. Следующий шип в третью. Плотно насаживаем. Установим. Теперь стоевая под номером 2. Также устанавливаем. И стоевая под номером 3. Установили. Так, следующий. Нам нужно три стоевых также, которые находятся на третьей доске. Это стоевые под номером 4, 5 и 6. Так, стоевая под номером 4. Дальше. 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 Пять. Стоевая под номером 6, последняя. Наш наружный корпус собран. Теперь его изнутри зашкурим торцы по кругу, по спирали. Дальше. Продолжение следует... И натрем парафином. Так, все смазали и теперь устанавливаем верхнюю часть. Это деталь под номером 68. Она находится у нас... На второй доске. На второй доске у нас деталь 69. Это будет самая верхняя часть. И на пятой доске. Вот деталь 68. Так же внутренность отложим в сторону. Смажем наши шипы. И установим деталь 68. Так же обращаем внимание на установку. Вот здесь окончание нашей спирали есть. И должно совпадать с деталью 68. Аккуратно по кругу так же одеваем. И плотно теперь... Вот попало... Окончание спирали. Зашло в деталь 68. Все это плотно одели. Так устанавливаем теперь деталь 69. 69 деталь так же устанавливаем. Вот здесь есть такой широкий паз. И устанавливаем его. Вот здесь окончание нашей спирали идет. Все это совмещаем и устанавливаем. Так установили плотно. Все соединили. Все, наша часть верхняя готова. Дальше устанавливаем деталь номер 70. 70 деталь находится у нас на четвертой доске. И здесь также вот есть направление стрелки, направление движения. Обращаем внимание. Вот направление. Нижний конец спирали. И здесь нижний конец спирали, они не должны совпасть. Так, сейчас шипы смажем тоже немножко. Устанавливаем. Так. Нижний конец спирали наш совместили. Так же по кругу. Все, шип в паз. Аккуратно. Устанавливаем. Все. нижнюю часть корпуса также одели и теперь наш наружный корпус устанавливаем на нашу часть мельницы также смотрим внимательно при установке здесь на корпусе есть цифра 1 и здесь тоже настоевой цифра 1 совмещаем эти цифры и все это аккуратно устанавливаем обращаем внимание на установку также шипов там где шип вот тонкий шип сначала установить шип нужно потом установить шип корпуса все все это плотно соединяем все соединили наружный корпус с механизмом оставляем сторону и приступаем к следующему этапу так дальше нам нужно три шестереночки под номером 82 не на восьмой доске находится детали под номером 83 и деталь под номером 84 также они находятся на восьмой доске детали лучше вырезать детали для петли наружный корпус с механизмом детали детали крутой детали детали Продолжение следует... 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 И установим в корпус эту деталь номер 85. Она находится у нас на третьей доске. Так, есть и устанавливаем три шестеренки. Длинным краем устанавливаем в корпус. Раз, два, три. Теперь нужно сюда, на эти шестеренки, установить основную шестерню 86. Вот она у нас находится. Выдохну. Проверим. Не осталось ли где-то заусенцев. Нет, смажем. Зубья. И установим шестеренку по меткам. Вот метки V-образные. И они в центр. Продолжение следует... Продолжение следует... установили вот v-образные метки совпадают на всех трех шестеренках и теперь с обратной стороны зафиксируем шестереночками под номером восемьдесят семь они у нас находятся на седьмой доске вот три шестереночки так и фиксируем раз сами шестеренки смажем так зафиксировали теперь соберем центральный вал этого нужны детали 88 которые на третьей доске вот две детали здесь сказать в средине 88 и третий деталь верхнем правом углу эти так берем три детали и шайбочку под номером 17 на пятой доске шайбочку зачистим собираем центральную оську то три детали 88 также обращаем внимание на установку здесь есть на деталях выступ который которым мы доводим шайбу под номером 17 так сложили оську и устанавливаем наш блок шестеренок центральное отверстие смажем парафином нам нужно будет шестеренка большая которая находится на седьмой доске шестеренка под номером восемьдесят девять ставлю оську и одели нашу шестереночку шестеренка вошла в зацепление со всеми и последние устанавливаем девяносто девятый девяностые шестеренки они находятся у нас на седьмой доске три штучки шестеренок под номером девяносто смажем их парафином тарафином тарафином установили теперь нужно расклеить все пятьдесят пятыми деталями четыре пятьдесят пятых чтобы проще было вставлять нужно сделать пятьдесят пятую деталь немножко срезать под конус четыре теперь все это расклеим раз три четыре все расклеили так и теперь оденем девяносто первую деталь находится на пятой доске нам нужно будет девяносто первое и девяносто пятая предварительно девяносто первое здесь отверстия треугольные более широкие установили и проверили вращается наш блок шестеренок все отлично так дальше устанавливаем девяносто вторую деталь она находится на седьмой доске так вот она девяносто вторая и три девяносто третьих вот они маленькие такие детальки детальки и также вот этот узел смазывать не нужно потому что он входит за цепление может проскальзывать также обращаем внимание на установку девяносто второе детали должны идти влево наши зубья установили дальше устанавливаем шестеренку под номером девяносто четыре на седьмой доске большая вот такая также внимание обращаем на установку шестеренки направление зубью они должны входить в зацепление и все это закрываем детали номер девяносто пять все установили все работает наш механизм так нам нужны теперь три шайбочки под номером семнадцать и находится на пятой доске зачистим их так 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 Так, одеваем на наш блок шестереночек. И смажем парафином. Так, все готово. Дальше нам нужна деталь номер 96, находится на третьей доске. И вот она, 96, на седьмой доске. Деталь под номером 77. 77 внутренности пока выдавим и отложим их в сторону. Так, вот 77. Также обращаем внимание на установку. Направление стрелочки и устанавливаем наш блок шестеренок. Аккуратно в пазы устанавливаем. И отодвигаем. Насколько это возможно, назад отодвигаем до упора. Так, теперь устанавливаем деталь 96. Она также устанавливается по диагонали. Установили сюда. Заводим аккуратно. Направим. Установили и сдвигаем ее до упора. Так, все сдвинули, вот наш блок шестеренок есть. Отложим этот узел в сторону и соберем детали под номером 97. Это пятая доска. Также шайбочки 17. Четыре штуки. И фиксаторы под номером 99. Вот здесь их находится два фиксатора. И еще в нашей сбоку, вот в нашей выдавленной наборе блоки деталей. также 4 99 детали. И на седьмой доске нам нужно 4 шестеренки под номером 98. Раз, два, три, четыре. Теперь собираем все это в один узел, как показано на схеме. Короткая сторона. Короткая сторона. Установили. Также короткая. Установили. Зачистим нашу шайбочку. Зачищаем все шайбочки наши. Так. Теперь одеваем шестеренку. Смажем. Шестеренку одеваем до первого паза сначала. Немножко прокручиваем, чтобы был виден паз. И также одеваем вторую шестеренку. До второго паза. Перескочили. И также немного прокручиваем. И все это фиксируем. Также обращаем внимание на фиксатор. Короткий край и длинный край. Сейчас фиксаторы смажем наши. шайбочки. Выставили на одну линию. И зафиксировали. И теперь одели нашу шайбочку семнадцатую. шайбочку. Так. Готово. И второй элемент собираем. Шайбочку. Шайбочку. Немного неправильно вставил, также обращаю внимание, короткий край в одну сторону, длинный в другую, противоположную. Устанавливаем наши шестереночки, прокручиваем немножко, одну вторую, прокручиваем и фиксируем. Так, есть. И устанавливаем нашу шайбу. Все, вторая деталь собрана. Смажем парафином. Есть у нас две детали. Один край короткий, второй длинный. Теперь наши детали. Нам нужна одна резинка. Переворачиваем ее крест-накрест и одеваем с короткой стороны. Сторона Б. С одной и с второй стороны. И теперь эти шестереночки устанавливаем в наш блок. Как показано на схеме. И теперь блок с шестереночками сдвигаем вперед. Почти вперед все направляем, чтобы наши... Ага, устанавливаем так. Сейчас установим еще один подшипник на центральную ось. Теперь все это... Есть по чуть-чуть. Так, чтобы вошли в свои посадочные места. Оба установили. И теперь площадку с нашими шестереночками зафиксируем деталью номер 100. Она у нас находится на восьмой доске. Восьмая доска. Зафиксировались с одной стороны. И со второй стороны. Так, наш узел этот готов. Теперь нам нужно... Две веревочки по 25 сантиметров. Два кусочка. 25 сантиметров. Это в сложенном двойном состоянии. У нас 25 сантиметров один кусок. Или же общей длиной 50 сантиметров. Есть второй. Дальше слаживаем пополам. Для удобства на конце можно завязать узелок. И продеваем через корпус, как указано в инструкции. Продеваем петлю. И делаем. Делаем петлю вот так через... Одна петля есть. И теперь второй край в отверстие с противоположной стороны наших шестеренок. Натягиваем и делаем... Завязываем на узлы. Так, сейчас хорошо натянем. Лучше немножко. Завязываем на узелок. Раз и второй узелок. Завязываем на узлы. Тong-то Вам Tiger. Натягиваем и смотрим терь. Преhh. вот так есть лишнюю обрежем и так теперь со второй стороны тоже натягиваем нашу нитку сделали узелок продели сделали петлю зафиксировали здесь также продеваем нашу нитку и загасываем на узлы ну и для верности еще третий узелок все лишнее обрезаем так здесь завязали с обеих сторон и отложим пока наши шестереночки в сторону собираем верхнюю часть мельницы это нам нужны детали номером 72 они вот у нас находятся в наших кружках в наших это шесть штук 72 обрезаем 9 17 12 17 12 12 12 15 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Детали под номером 73, также 6 штук. Продолжение следует... Так, первую деталь устанавливаем в 72. Далее устанавливаем 73, смотрим внимательно. На установку 73 шип должен идти вовнутрь. И соединяем опять 72 деталь. Вот мы соединили и имеем часть... Вот такой вид имеет. И дальше... 71 деталь... 73... И 72 деталь... Все это соединяем... И так по кругу... И так по кругу... Медик... Продолжение следует... 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 Это мы на нашей конструкции одеваем блок шестеренок или же блок Б4. И здесь обращаем внимание на расположение стрелочек. Стрелки должны смотреть в одну сторону. Смажем сейчас шипы. Стрелка ко мне смотрит и здесь также стрелка смотрит ко мне. И теперь аккуратно так же одеваем. Направляем шипы в пазы и потихоньку по кругу сначала легонько наживили. И теперь уже все это дело плотно установили по кругу. Так, готова наша конструкция. Теперь нам нужно установить детали. Так, а, 76-е устанавливаем детали. 78-е, их 6 штук. Здесь у нас 2 есть в нашем блоке выдавленном. 2, и остальные у нас идут на 6-й доске. Тоже 4. Это фиксирующие детали. Они устанавливаются в верхнюю часть. Вот паз и шип. Направили и зафиксировали. Так же по всей окружности. Вот так и все. 78-е детали устанавливаем по окружности полностью. Совместили шип паз. И так далее. Продолжение следует... 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 готово теперь смазываем 79 деталь и устанавливаем ее вот возле стрелочки на нижнюю площадочку площадку аккуратно раз и аккуратно прижимаем 1 2 и здесь на длинные теперь края усадеваем две шайбы номер 81 1 и 2 следующий этап установлен заглушки под номером 82 штучки следующий устанавливаем 79 две штуки то так поочередно 79 80 79 80 заглушки 79 одеваем две шайбы есть смазали шипы надели две шайбы а дальше 80 Десятые. И последний. Семьдесят девятый. Пятый, шестой. Последний устанавливаем. И опять же две шайбы. И теперь последний устанавливаем детали. И две заглушки под номером восемьдесят. Так, все собрали. И теперь наш блок устанавливаем на корпус мельницы. Шайбы предварительно смажем парафином. И устанавливаем на корпус. Также обращаем внимание, рычаг должен быть вперед. И стрелка также должна смотреть в сторону рычага. Куда смотрит рычаг? Вперед. Здесь вот на нашем механизме есть такие шипы. Их предварительно смажем. И теперь на эти шипы будем устанавливать наш механизм с шестеренками. Стрелка вперед, рычаг также вперед смотрит. И потихоньку, аккуратно направляем шипы нашего корпуса. Так, посмотрели здесь может наш механизм разойтись немножко. Поправим все аккуратно. Поправим все аккуратно. Поправим все аккуратно. Так, одели одни шипы. Теперь направляем вторые. Задние и одеваем. Вторые. Также аккуратненько прижимаем все по кругу. Одеваем, чтобы зашли в фиксаторы. Так, все это установили верхнюю, среднюю часть. Отставим пока в сторону и будем собирать привод с резинок. Для этого нам берем 12 резинок. 8, 9, 10, 11, 12. Есть. И также нам теперь нужны деталь под номером 144 на третьей доске находится. две детали. Деталь под номером 145 на пятой доске. Также нам нужны на третьей доске детали 146 под номером. Их 6 штук это фиксаторы также будут. И дальше надеваем наши резинки. Так, делаем одну петлю. Продеваем и одеваем на деталь 144. Затягиваем и теперь на эту же резиночку делаем. Через резинку делаем вторую петлю и затягиваем. Вот у нас получается вот такое вот соединение резинок. И дальше берем снова резинку делаем через резинку петлю. Затягиваем и вторую верхнюю. Затягиваем и вторую верхнюю. Третью резинку так же, точно так же. Петлю натягиваю. И вторую. Так, теперь все наши резиночки соединяю вместе. И одеваем на 145 деталь. Вот мы одели. Итак, теперь собираем второй привод с резинок точно так же. Петлю ткань. Третью ткань и зелень. Третья, потому что вы какие-то не хотите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь наши резинки устанавливаем в корпус нашей мельницы. Вот здесь вот у нас внизу у нашего механизма есть шестереночки с выступами, на которые мы одеваем шайбу. Шайбу 144-ю выставим. Так, сейчас... Чтобы нам был свободный доступ к выступу. И сюда мы наденем нашу шайбу. Здесь можно даже помочь себе плоскогубчиками для удобства. Так вот, надели шайбу нашу и провернули ее немножко. И вставили дальше фиксаторы. Там будут видно внутри вот пазы здесь. И все. И все. Так. 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 Вставляем наши фиксаторы. Так. Так. Инженки. Теперь корпус немножко провернули. Провернули. Смажем. Все резинки подадим. Немного вверх. Пока зафиксируем. Вот здесь, чтобы меньше мешали резинки. И поставим второй фиксатор. Второй фиксатор. И поставим третий фиксатор. Так установили и снизу придерживаем шестеренку. Когда устанавливаем фиксатор, чтобы было легче установить. И со второй стороны точно так же устанавливаем нашу шайбу. Вот так вот. Здесь зафиксируем. Установили. Провернули саму шайбу. Провернули. Провернули. И зафиксируем нашими фиксаторами. Провернули. Провернули. Украшение. Плосковатцами. 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 Так, одели наши фиксаторы и теперь наши резиночки вот оденем на нитку, которую мы натягивали на нашем блоке шестеренок, так, чтобы попали наша нитка в пазы детали номер 145. Вот один, и со второй стороны точно так же. Все, одели наши резинки. И следующий этап у нас сборка лопастей мельницы. Так, вот заметил, немножко неправильно собрал верхнюю часть корпуса нашей мельницы. Сейчас мы это попробуем. Это не критично, мы сейчас это исправим. Так, отсоединяем наши резиночки. Здесь вот внутри шипы также нажмем, выдавим шипы и снимем наш корпус. Сняли верхний корпус. Ошибка моя, я вот неправильно установил верхнюю часть наших шестеренок. Сейчас мы повыдавливаем вот эти вот детали. Аккуратно снимем верхнюю часть. Так. Аккуратно снимем верхнюю часть. Продолжение следует... 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 Так всё установили. Сложим в сторону и теперь нам берём две детали под номером 108, они находятся на седьмой доске, вот они у нас выдавлены в шести кругах, 108 одна деталь здесь, и 108 вторая деталь. Так, устанавливаем их на корпус. Мельницей устанавливаем, там где показана стрелка, и немножко подали вперёд. Раз, немножко так же установили, и подали немножко вперёд. Так, чтобы упал паз в паз. Сейчас вошли, теперь устанавливаем деталь 109. Смажем 109 шипы. И устанавливаем её. Плотно установили. Так, установили 109 деталь. И теперь приступаем к установке лопастей мельницы. Так, берём наши лопастя. Продеваем и один подшипник. Одеваем его на центральную ось лопастей. Теперь так же одеваем вот наш бочонок. Такой деталь. Через который также продеваем центральную ось. Есть. И сзади ещё подшипник B3 устанавливаем. И продеваем. Так, есть. Теперь ставим пока в сторону. Нам нужно две шайбы по номеру 107. Они находятся у нас на третьей доске. Одна, вторая шайба. Также их зачистим. Вторая шайба. Смажем. Даже чтобы потом не кликаться выдавим. Деталь под номером 110. Шайбу. Вот она. Под номером 110. И три шестеренки. Под номером 111. На третьей доске у нас деталей больше нет. Смажем в сторону. Теперь надеваем 107. Одну шайбу. Деваем 107. Вторую шайбу сейчас. Вторую шайбу. И дальше шайбу под номером 110. Отдели. Теперь надеваем поочерёдно шестеренки под номером 111. Аккуратно надеваем. Аккуратно надеваем. И до упора надели наш привод. Дальше надеваем вторую шестеренку. Смажем её рафином. Так. Смотрим, чтобы зубья попали в зацепление. Смажем парафином. Одеваем третью шестеренку. В 111. Всё. В общем, зубья попали. И сейчас мы будем надевать на лопастя. Приводить к их шестеренку. Должно собирать лопастя. Для этого нам нужна девятая доска. И вот детали. Под номером 123 и 141. Эти детали имеют цифры на каждой детали. И вот поочередно их нужно нанизывать на 1, 2 и пошли. Так. Дальше. Три. Четыре. Сейчас мы выдавим все детали. И потом будем их нанизывать. И вот так вот. Вот так вот. 138 деталь номером 16 139 под номером 17 140 номером 18 41 номер 19 и закрывающая это 143 деталь она идет без номера нас дугой идет теперь начинаем одевать нашу мельничку так идем по деталь номер один одели ее на лопасть и подали самый низ опустили к прорези и подали вперед и также теперь деталь номер два опустили к следующему пазу и подали вперед вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, надели деталь под номером 19 и теперь все это зафиксируем в детали номер 142. У нас находятся вот четыре детали на шестой доске. Это такие тоненькие полосочки. Две и еще две. Так, на шестой доске тоже уже деталей нет. Тушим ее в сторону. Так, 142 деталь желательно зачистить. Нежелательно, нужно зачистить с обеих сторон, чтобы убрать заусенцы. Так, надели деталь под номером 20 и теперь все это зафиксируем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... отверстие направляем те детали которые упали поднимаем вставляем в паз и продеваем 142 деталь все продели 142 деталь и фиксируем 141 зафиксировано переворачиваем прокручиваем на 108 градусов и также выдавливаем а Продолжение следует... 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 так распределили и теперь устанавливаем нужна деталь 113 113 мы сейчас установим деталь под номером 112 смажем здесь парафином и аккуратно установим деталь отодвинув немножко усики так установили вращается наша деталь и теперь устанавливаем где пас установили и теперь нужно установить деталь 118 тоже маленькие такие у нас вот фиксаторы зафиксировать наш здесь флиель установили здесь и теперь наши маленькие фиксаторы с одной стороны со второй ставим и хелпером подтолкнем их раз и два все готово так теперь наш флиель устанавливаем 119 деталь также на 8 доски и зафиксируем и шайбы 120 на 7 доски здесь смажем и 120 шайбой зафиксировали все у нас вот работает и теперь устанавливаем на верхушку нашей мельницы здесь можно пазы даже смазать парафином вот устанавливаем здесь шип и попадаем наши пазы устанавливаем здесь шип и попадаем в наши пазы раз и два все попали шипы в пазы соединили их присоединили наш флигель и теперь нам нужно будет 112 детали они у нас вот находятся отдельно у нас был выдавлен то есть прошу прощения 122 детали на седьмой доске это очень удобно вот и то есть все на 7 у нас деталей больше не тот сложим сторону и на восьмой доске также есть 2 122 детали так и теперь все эти 122 детали устанавливаю на нашу мельницу предварительно смажем все шипы мы готовы или немножко подали и прижали следующая также одели сама деталь подали немножко вперед и здесь шип в паз прижали вот так смотрим чтобы 122 деталь не цеплялась за флиги подали вперед и шип в паз вот так вот 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 Продолжение следует... 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 мы все шипы выдавим так есть и сам тонкий ход с лошадью это 147 деталь теперь вставляем шипы и вставляем устанавливаем ноги лошадей лошадь 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 шипы деталь есть дальше с обратной стороны устанавливаем по ходу движения справа деталь под номером 156 148 шип и теперь устанавливаем 154 и деталь 153 рука с пикой установили теперь поставим нашего пихота на площадку сможем лошади копыт и а и 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 собран теперь им сыграть санчи панчи как на восьмой доске у нас деталь ослика лапки так 160 5 166 детали есть и на девятой доске сам корпус санчо так также вставляем шипы есть и 163 деталь 164 так теперь центр также устанавливаем шип 148 и вверх не части плеча нам нужен шип деталь под номером 158 длинный установили устанавливаем деталь 160 так 160 и со второй стороны 159 деталь установили здесь с левой стороны установлю еще один шип 148 есть и теперь устанавливаем ручки санчо и также установим санчо на площадку и 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 так мы собрали нашу модель мельница по налоге одного мешочка мы собрали все три мешочка и сейчас я вам продемонстрирую как работает данная мельница нужно накрутить 15-20 раз на 360 градусов и и теперь запускаем внизу рычагом вот наша мельница работает сам червячный механизм себя оправдывает садал в работе ну и данная мельница станет увлекательна при сборке для всех и также станет прекрасным подарком родным и близким она пишется в любой интерьер на этом все до скорых встреч до свидания